Продолжение следует... Вот сейчас, сегодня уже, видимо, и Господь-то подталкивает, сегодня уже один человек, но он, видимо, к вам тоже в друзья зашел, такой некий Вячеслав тоже. И вот меня подвинул на это, тоже вот хочу перечислить деньги на миссионерскую поездку. Вот, и он перечислил, там уже есть такой Киви-кошелек, называется интернет-кошелек. Вот, я начал уже туда, буду выставлять реквизиты, вот эти все электронные кошельки, и будем туда собирать деньги на поездку. Так, Сергей, по минутку. А нельзя сделать эти, которые данные реквизиты дают мне на Сбербанке? Я никуда не хожу, для меня будет это под вопросом все. И на тех, ходить никуда не надо. Они будут собираться, вы за всем будете следить, все будете контролировать. Как только у вас появится желание, мы их переведем сразу на это, на счет. Я бы вам кину сегодня, чтобы у вас всегда под рукой был. Мы ее выставим, да, мы ее на странице на этой выставим, все. И у вас будут пароли ко всем делам там, вот, и там любой сможет снять. Ох, это важно. Вот скажете, вы сейчас накал собьете. Как там в интернете воюют? Да кто снабжает? Это миллионы дары делают. Вот, ну, за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Это чего-то стоит. Такие поездки. И они мне все, и ЦРУ, и мусульманы, не знаю кого. А вот я скажу, совершенно человек парализованный. Вы снимете с меня маленько этот накал-то. Они вокруг меня, не знаю как, общипали меня за последние дни. И, знаете, вот я сделаю страницу, вот на этой странице будут выставляться конкретные, понимаете. Ну, если человек не будет, конечно, желание называться, то мы не будем называть имя, но будем каждый перевод будем отслеживать. То есть будем выставлять информацию, что это человек, откуда он, как он узнал, понимаете. Вот, и ради чего он помогает. То есть, вот таким образом, вы максимально все открыты. То есть любой, у кого возникнут подобные вопросы, сможет обратиться к этим людям и узнать. Вы понимаете, в чем делается информация? Все максимально открыто. Так, что касается относительно денег, обязательно сделать такую приписку. Я принимаю только от тех, которые на 100% и бывают с присыпкой. Они верят, доверяют, что я не шарлатан, я не пропью, не проем, не проблужу, не проезжу по пустоте, где не надо. То есть он дает не мне. У меня ни одна копейка не попадает. Я дорогой, даже мои братья со мной мучаются. Иногда они купят рыбу, когда разрешено, а я даже не ем. Они едят мороженое, бывает дорога, ну, дорога длинная-то. То есть они это берут на свои деньги, которые дома заработаны. К этим деньгам вообще прикосновение. Деньги идут только на благовестие, на путешествия, на бензин и на остальные, там, где требуется открыть визу и прочее. Которые люди помогали, они делаются друзьями по сегодняшний день. Вот бывает придет, уйдет, ну, разные там всплески. У тех, которые уже участвуют в деле благовестия, еще пока ни одного случая не было, чтобы эти люди изменили свое отношение ко мне, к нашему делу. Ни разу. Вот что значит стать соучастником. Значит, нам нужно для начала узнать, куда состоится поездка ваша в 14-м году наступающая. Да. Ну, я объясняю, вы легко запомните. Москву нам не миновать, едем в Москву. В Москве мне приходится, может быть, даже не в одном храме проповедовать. Все это московская патриархия, никакие там другие, нигде нету. Встречаемся. Главное для нас там, это 200 метров, примерно, от храма Христа Спасителя, набережный вал Данилов, называется Берсеневский храм. Игумен, отец Кирилл Сахаров. Дальше мы, вот где у нас будет ставка. Это нынче должна быть или Смоленска, или Калуга, или уже немножко, как бы, затруднительная Тула. То есть, в районном даже центре для нас было бы легче, найти ставку. И оттуда теперь мы, конечно, мы задерживаться не будем, если мы визу откроем с 10 июня. Это через Белоруссию или Украину, тут два пути идут. Через Юг нам охота зайти в Воронеж, где мы были, Ростовскую область, где в этом году еще, это последний день в году, ставка была. И дальше мы идем, главное пройти нам Румынию, ее так и не приняли, вроде бы, еще в Шенгенскую зону, и войти в Шенгенскую зону через Грецию. Нас там ждут. Ну, в Греции, ясно дело, мы договоримся, чтобы на Афоне побыть, и там уже людей собирают, и монашествующие, и священники. Уже все договоренность, там наши люди. Наши люди, которые жили в Потеряевке, она грещанка, туда уехали. Очень хорошие отношения. А от них уже, она дальше с нами хотела поехать еще и, возьмите меня с собой там в Италию, дальше переплывать в Италию. У меня мысль такая, что это 60 евро за каждого платить, да груз, собака, правда, бесплатна. Нельзя ли нам в море-то это объехать-то? Говорят, никак. То есть, не советуют. Но почему? Ну, там Хорватия, ну мы, если Шенгенская виза будет ни разу у входа, а Хорватия не входит, мы как бы выйдем, опять зайдем. Ну, не советуют, но я должен получить точные сведения, почему нам не советуют обойти вокруг. Потому что, ну я сижу в машине, и мы привыкли, тем более там два государства, они прямо на задворках остаются. Нам бы в Хорватию охота попасть-то там. Там все до одного мелкие государства, до Лексимбурга, мы все должны посетить. Ну, а из Италии там, ясно дело, поднимаемся сразу мы, у меня желание сделать подарки папе Франциску и Венедикту, которые сейчас есть. В Монако зайти, главный горный дом мира. То есть, и везде сделать подарки. Ну, а дальше Франция, Испания, Португалия. До Атлантического моря дойти, а в Португалии тоже уже нашлись, во Франции нашлись, которые могут даже ждать нас, собрать народ. Вот, меня интересуют библиотеки национальные, даже не только главные, но и какие-то большие города в этом государстве. И диаспора, рассеяние русское, перед русскими выступить. Но вот где это и как будет, только после Нового года мы начнем уже конкретно по адресам работать. Ну, а дальше мы думаем так, если только откроется, вот через отца Сергия Англия, в Англию попасть. Нам и нужно там только в национальную библиотеку, она больше нельзя. Ну, на такое не дают визу. Но если они добьются, что виза будет зайти туда, ясное дело, что мы там и в Глазков, и какие там есть большие города в Англии пройдем. Это было бы шикарно, конечно. Там много русских, перед ними выступите. Ну, а дальше, как мы выйдем, тут по кромке мы тогда пойдем подбирать все, которое мы не захватили в прошлый раз. В Германии у нас большая остановка будет, там наши люди живут, там привести себя в порядок, помыться и прочее. Там они очень хорошие, принимали крещение, приезжали уже два раза оттуда у нас, полное погружение. Ну, и пройти по северу через Данию, войти в Скандинавию. В Скандинавию, ну что там, Финляндия, Норвегия, вот тут уже все. Проходим мы, возвращаемся и входим через Финский залив в Прибалтику. А в Прибалтике-то там Литва, Латвия, Эстония, центральные города. И мне очень хочется побыть в Латвию, город Венспас, где было мое обращение. Войти в тот дом, в то место, где я получил откровение от Бога и переменилась моя жизнь. Получил Евангелие, Библию. То место, где я проповедовал у них, был и на берегу моря, где наш корабль стоял. То есть и библиотеку подарить полный комплект, полный. Город Венспас, там моя духовная родина. Ну, а дальше мы выходим, если еще книги останутся с собой, там сразу кинуться в Санкт-Петербург и к Мурманску, пройти до самого севера. А потом к своей ставке, и по северным районам, и чуть по югу, вот здесь у нас главное. И мы даже посетить будем не менее 130 городов и районов и центров. Это все. И дальше разворачиваемся домой. Ну, ты, Натисыч, многие люди знают о вас, но имеют такую поверхностную информацию. Вы расскажите подробнее вообще о цели вашей миссии. Цель нашей миссии – дать знать о Христе, потолкование святых отцов. Я еду не один. Со мной едут 38 моих детей. Я имею в виду книги. И вот когда, ну, у меня опыт-то не один день, а 51 год, если мы приходим и ничего не оставляем, просто поговорили, писать по воде, как Кирилл и Мефодий говорили, первый вопрос стоял – есть ли у них азбука? У этих народов, куда мы идем, есть азбука. Дальше. Самое главное сокровище, которое у меня есть на сайте и на форуме – это 4124 вопроса и ответа. Все остальное можно перенасчитать, могут составить фильмы. Ну, не такие, конечно, но не в этом дело. Но ответы дать, я отвечаю за свои слова, никто и никогда их не даст. Почему? Это моя биография. Она вложилась вся туда. Она настолько необычная. Их просто нет. Даже у меня священники сидят и вопросы у меня вывалены. 3000 вопросов на бумажках в университет задавали. И он выбирает, сидит. Вот, а как бы я ответил? Я отвечаю. А яромонах сидит и печатает 10 пальцами. Нафанаил тогда он был. И он, батюшка, да опять я не так ответил. Ну, а ты говори против. Да как против-то, когда вы... То есть они не могут ответить. Даже самые хорошие, они не смогут ответить так. Почему? Они связаны. И они это все понимают. Одно лишнее слово, и они его без остатка, ни жуя сглотнут. Меня они не могут трогать. Я абсолютно неуязвимый для них. Они меня обложили всякими эпитетами, как Александр Мень говорил, как зарубежные, с зарубежной поездки чемодан обклеены. А ничего не могут сделать. Это моя жизнь вложена в это. На 100% экономия и ничего себе нигде не иметь. Вообще ничего нет, ни копейки. И вот на этом фоне уже все остальные ответы я ей даю без пригляда к кому-то. У меня два цензора. Бог и совесть. Священное Писание. И чтобы книги назывались «Открытым оком во свете Библии», таких книг тоже нет с такими названиями. Ну, а тут заложен весь смысл. И мы едем для того, чтобы дать людям эти книги. В книгах все. Я уезжаю, а они начинают теперь работать. И у меня, когда я захожу в библиотеку, у меня задача одна – вызвать доверие ко мне, как к автору. Поверить, что я нигде не слукавил, никому не подыгрывал, ни руководителю государства, ни патриархии. Никому. Ни разу. Нигде. Это, говорят, невозможно. Ну, вот Бог так дал, что это возможно. И теперь эти книги, они мне уже сообщают в Национальной библиотеке, благодарности пишут. Они у нас на первом месте. Приходят читатели. Лучший показатель нужности книг – это то, что они исчезают, воруются в прилавках. А теперь запросы делают иногда, выслают, дополните. Ну, у меня книга-то всего по тысяче экземпляров, не считая Новый Завет и к истинному православию, повторно вышли, которые, для Слова Божия нет уз. Вот. И перед ними в библиотеке приходят кто люди, они их там собирают, правда, это не везде так, и мы выступаем. Дальше, где приходится ехать, возможность только такая есть, и наши люди. Везде собираем народ русский. И мы рассказываем им, отвечаем на вопросы. Главное – это дать понятие о Христе и о Библии. Скажу, что вот сейчас много убивают священников в России, все сообщения целое уже там, вереница идет. Это тоже знамение какое-то. Тут я вспоминаю слова Александра Невзорова. Он говорит, я не хочу, чтобы наступили времена, когда попов снова с колокольней вниз головой будут спускать. А они все гонят и гонят к этому. Гонят. Эфир буквально переполнен клокочущей ненавистью к ним. И везде нос сует, везде структуры лезут, и с властью... Почему Христос никуда не лез, апостолы не лезут? Все спрашивают. Я ничего не могу ответить. Вот я сейчас поставил, перетащил от царской власти, у меня на Майл.ру, прямо на первой странице стоит. Я даже не знаю. Но видно, что он не патриархийный священник. Или отошел от патриархии дня два назад. Ну, весь он такой. И люди просто поносят. Я задал вопрос правильно, и он говорит. Мы едем для того, чтобы людям дать знать, жив Христос, жива церковь его, и конкретно православная. Нам везде говорят, где вы были столько лет? Тут таких только не нанесло. Почему вас нигде не слышно, не видно? Но теперь слышно и видно. Мы вышли. И мы можем конкретно по делам показать. Самая большая неприятность в России везде, это священники попы. Где они есть? Ничего не знают. Они встают, просто цунами воздвигают. Всякие пакостные слова говорят, людей натравливают. А после, когда с ним разговариваешь, ты это делал, делал. Зачем же ты это делал-то? Ну, простите. Простите, перейди залежи, найди тех людей. Найди, кого ты отвратил. Тебе никогда это не сделать. Мы едем не только для того, чтобы сказать, но чтобы на нас поточили зубы. и увидели, кто они. Встречаясь с нами, они внезапно открывают, что они неверующие. Мы, говорят, впервые это встретили, и везде все впервые, впервые. Поэтому нашу поездку, ее нельзя не повторить, ее такое не было, и не будет никогда. Мы прошли от находки Владивостока, ну, 444 места посетили, это ни два, ни три. И везде, ну, примерно, вот так мы делаем. Тогда начинают, а вы о себе говорите. Это люди, завистники, я скажу, кто это говорит. Бестолковая немощь, они не понимают, что говорят. Я прихожу один, или я прихожу с тем, кого я к вам устраиваю на работу, 38 сыновей, дочерей. Я должен в течение 10 минут получить абсолютное полное доверие к себе. Я везу визитки, раздаю, чтобы раздавали людей, приглашали, когда начинают против говорить, а заходим, там, я плохо слышу, Виктор Савченко говорит, ну, не поймешь там, как они, люди колышутся, библиотекарь, а когда говорит, автор здесь, автор привез, мгновенно обстановка меняется, мгновенно. Да вы, меня задерживают чуть ли не обманным путем, подождите маленько, то директора нет, а грежу, они созваниваются, звонят. И когда мы заходим, зал пустой был, у них библиотечный, большой, уже людей полно. Они библиотекарь из разных сторон созывают в это время. Ну, еще 10 минут, ну, подождите, у нас тут совещание будет. Я видел радостные глаза людей. И выходят, провожают, и мало того, просят поцеловать. Это что-то стоит. Для такого ощущения, как я. На антикс, человек, не знающий, в больших книг, скажет, что нам нового можно узнать вот от этого человека, если мы, у нас есть Христос, у нас есть Евангелие, есть Библия, Верхний Новый Завет, что нового он нам может открыть в своих книгах? Отвечаю сразу. Если ответ понимаю, я просто даю знать, что до концовка мне уже известно. Приезжаем мы в город. Ну, большой город, уж не хочу просто называть, но могу и назвать. город Ишим, Тюменской области. Встречаюсь с епископом. И он как бы сету и говорит, вот отдали книги, да, книги-то хорошие, сами печатают в библиотеку. Там Феофан Затворник, Игнатий Брещанинов, другие. Библиотека вернула. За год никто в руки не берет. Ну, как так? Ну, стоят на полке, сами проверяем, они стоят и все. А Игнатий приехал Лапкиных книги из рук берут. Почему? Что он важнее? Я говорю, не важнее. Потому что Феофан Затворник у меня в книгах. Но он мною показан в свете нынешнем Слово Божие живо и действенном. А они там, которые говорили, говорили там сто лет-то назад, они говорят все правильно. Но вопрос-то в другом стоит. Евангелие есть, да, Евангелие есть, да, Евангелие есть. Нет, пока тот Библия стоит и показывает рядом Харр Марс, Фридрих Ангес и Ленина прямо в одну... Я даже сфотографировал на одной полке. Ну и что? Ну, надо толкование. Ну, у нас же блаженный пепелакт есть, но они, люди, его не считают. А вот слушай самое дальше. Евангелие есть, толкование есть, и книга стоит мертвая. Ну, а почему? Ну, вы сами подумайте, почему? Слово Божие живо и действенно, проникая до разделения Духа с отставов и мозгов. Вы эти книги издали и так, что они не считаемые. А как это может быть? А так, я вот издал, мне Господь это дал, симфонию на неканонические книги Святой Библии. Да, конечно, издавались, издавались. Все до одной, я думаю, до одной, какие были изданы неканонические книги. В симфонии я имел их, смотрел. Ни одной нет профессионально изданы. Ими пользоваться нельзя. Они по разным падежам, по разным глаголам не могут свести в одно. Человек не может найти. Я за это дело сел. Да, ушло несколько лет. Ее можно издать лучше, только увеличить буквы, ну, пообъемнее, но я сделал обыкновенный размер-то. Вот здесь. Я что сделал? Это Господь сделал через меня. Я поставил задачу, чтобы книги, я знаю, что лучшее толкование для меня, я вел его больше 20 лет в университет, а всюду по блаженному фифилакту. Она должна иметь комментарии. Да как это можно? Так можно, выпросить у Бога надо. Какие комментарии? Комментарии не к Евангелию, а к толкованию. Где он, я взял два пункта, где он говорит о необходимости знать Писание, Библию, что тут не ладно-то? И о необходимости благовествовать, проповедовать. Два момента. Теперь, я все это имею, и теперь начинаем делать так. Все это благодаря Афанавилу Судникуму, который там меня исследует потом. Я ему благодарность перед Богом до смертного часа, чтобы он не погиб. Сколько он добра сделал? И что я делаю? Я ему считаю, где только говорится толкование о Библии, мы делаем крупным, жирным шрифтом, ну, вы увидите там ваши трехтомники, которые у вас уже есть. И теперь я даю комментарии на сегодняшний день, или расширяю другими святыми отцами, или о том, что это не делается, и почему не делается, и выступление и Феофана Затворника, и все. И когда священники это берут, и считают, считают только Блаженного Феофилакта, несмотря на мои комментарии, они говорят, так у меня Блаженного Феофилакта есть, а этого там нету. Я говорю, ты уверен? Чего у меня? Книга стоит все годы у меня, я как священником стал. Звонит, так у меня тоже то самое есть. А почему же ты говорил, нету? Не знаю, потому что мертво стояло. А теперь, а теперь меня прямо зашевелило все это дело. Вы высветили, сделали буквы жирными, если бы я другим светом сделал. Вот такое дело. Для чего я это делаю? Для того, чтобы все заговорило, до разделения души и духа, состава у мозгов. Евангелие есть, Библия есть. В пачками вывозили, давали и выбрасывали. Ну, приезжают, они как раздавали? Заходят в предприятие, так, вы не против Евангелия получить? Ну, свобода. Да, сколько человек у вас здесь? Да, у нас коллектив небольшой, тут всего 70 человек. Вы 70 Библии примете? Да, они с визанками завели, ну, куда? Ну, положите вас здесь. Положили. Но эти идут дальше, дальше они не знают, что с ними. Они лежат. Начальник говорит, вот, Библии привезли, кому надо, берите. Распечатали пачку, берут несколько человек, а остальные лежат. Проходит время, начальник-то хороший, плановый отдел. Он распланировал на всех, а оказаться не все, берет не больше третьей части. Две трети их невостребованные. Наконец, начальник говорит, я не знаю, делайте как хотите. Уборщица, мне-то надоело передвигать с места на место. Их вывозят на свалку. На свалку. И теперь оттуда люди приезжают, мне говорят, мы Библии нашли, а я узнал, кто это и какая организация. И почему так? Я узнал, что это делать не один, а другие никуда не увозили. Просто вытащили и в мусорный ящик положили, а тут сожгли или еще что-то. Там часто в этих баках горит. Мы желаем оживотворить сегодняшним, а имея вот этот, я скажу, и говорится, как это есть. Отданного Богом увидеть, прозреть. И это высказано в книгах. И они сегодня нужны. Нужны так, как может никакая другая. Я знаю, что эти книги, как мне пишут многие, они опередили на целое столетие наше поколение. Если говорят о вознождении России, вот это как раз и потребуется. Если говорят о сохранении веры в Европе, это как раз потребуется. Вот сейчас как раз разговор слышу, ведут, но еще не на таком уровне. Пробовали переводить на другие языки. На английский сидели переводчики у меня дома даже. Вот какая наша цель и почему эти книги нужны. У меня Библия вызвала доверие только потому, что я встретил там негатив. Про Давида написано блудник, убийца, похититель чужой жены. Авраам там жену, женой, говорится, торговал. А всех. И вот это меня настолько тронул, особенно Лот, за щарями, когда был. Я понял, это истина, она не прикрыта. Сталин разве позволит сказать, что он сделал такое, довел жену до самоубийства? Нигде никто, никогда. Библия меня захватила вот этой открытостью. Это в меня вошло. Я абсолютно ничего не скрываю. Когда я освободился, то согласно закону о реабилитированных, я иду в суд и мне достают мои дела, все тома, и я сижу день за днем. Сначала около меня садили человека, который должен был смотреть. Он сидит, книжку считает, что я не вырву страницу. А когда узнали, что это невозможно, я верующий, я сказал, это невозможно, они убрали человека, мне выделили место, я сижу один в комнате. я выписал все, что враги мои говорили против меня. Где поносили, я все выписал и все поместил в книге для слова Божия нет уз. Несмотря на то, что меня за это упрекают, вы все о себе говорите, к вам, конечно, так и будут относиться. Меня это не касается, мне не нужен дутый авторитет. Я перед Богом предстану не таким, каким меня видят одни люди, каким меня видят, может, все, и главное видеть меня мой Бог. Я стараюсь во свете лица его ходить. И поэтому те, которые против говорят, вот вчера нашел еще один выступает, такой бойкий язык, еще говорит о Степаненко, если в защитике взял там Лапкина и дальше он, вот допустим, я насчитал 53 обвинения и ни одного нет соответствующего действия, ни одного вообще нету. То есть он сидел как же с кондачка, с понтолыку, что угодно гребет и говорит, что я там где-то был и я там не был. Да вот я там-то и я там не был. Я вот говорил, я не только не говорил, а даже не мыслил так. Вот, ну что он такой? Да это он детский лагерь, а почему? Да потому что он педофил, а почему вот такой? Ну, а если не педофил, а другой говорит, да нет, у него это там жена, а, так это садист тогда, а у него садистский характер такой. То есть, если одно не получилось, то мне сразу другое. Мне смешно и отвечать некому. Я понимаю, эти люди отвержены без имени, отребья земли. Писание их называет так. А он бы вышел конкретно, сказал, такой или не такой, ты меня не люби, я тебя не прошу любить, я, говорится, не сахарная девка, но ты меня хочешь сильно уязвить, но удар должен по мне быть, а ты бьешь то куда-то там, даже не моя тень, по чужой тени бьешь то, а ты меня узнай, но в то же время положительно, они крутятся, бьют, они знают самую суть, если когда до сути тогда идут, а они сейчас только друг у друга воруют, как лже-пророки-то, вот тогда для меня наступят жаркие денечки. Мне надо будет тогда конкретно отвечать, потому что написано, никто книги-то не считает, ничего нету. Но, тут нужно сказать, когда ко мне на занятия ходили люди, в университете, вот записка, я вот хожу на ваши занятия уже, и у вас все занятия, вы все время говорите, учителя, учителя виноваты, а священники сидят, такая же записка от священников, вы все время только против церкви, записка от коммунистов, вы в каждом занятии все время гвоздите коммунистов. Я говорю, все-таки я чем занимаюсь на занятиях-то? То есть, достигло вас, я говорю слово, и выходит человек из церкви, и говорит, опять только против меня, все, а рядом стоит священник, один из священников в храме, Миша, а почему ты решил, что против тебя? А я стоял и думал, ну, Игнатьев все про меня знает. Я понял, что все слова его против меня, а третья стоит женщина. Она говорит, да нет, это все про меня говорил. Вот это и есть божья милость, нечеловеческое искусство, дойти до глубины души, не называя имен, фамилии, мест. Я разговаривал там о машине что-то, а он говорит, а вы про меня сказали, почему? Да вы же еще в машинах не разбираетесь. Я говорю, а как ты узнал, что я не разбираюсь? Так у вас машины нет. А я жил на квартире у человека, который на дому ремонтирует машины. Ну, а я видел это, иду с геологом, там назвал абразивный инструмент, он отшатнулся, и вы это знаете. Ну, слышал маленько. Вот понимаешь, когда коснется, и должен говорить с сознанием, во-первых, дальше, не с ущербом, не с поношением, а с любовью попытаться вызволить. А у вас этого ничего нету. У вас задача свалить в меня, и не знаете, я нужен или нет. А это никому не удастся. Почему? Наш архиерей, Евтихий, Курочкин говорил, вам никогда, не где-то, о присутствии другого архиерея и священников, никогда не обвините Игнатия вне православия. Он сугубо православный. Вот и все. Я не иду на эти разные компромиссы, мне это не надо. Ну, я говорю, я не сахар. Говорят, они пушистые, как говорят. Но, почему слова такие режущие, а я слово Божие беру. Почему, говорят, вот сейчас некоторые мусульман были, они вас так принимают, почему тогда они не обратились, они должны были тут заебить, я перехожу в православие, то есть, понятие, какой уровень-то. Да Господь, еврейский народ подготавливал сколько лет к принятию через Деву Марию это. Он Деву Марию приготовил пять тысяч пятьсот восемь лет. Ты понимаешь, это у Бога другие планы. Я заложил основание, Павел говорит, а другой придет, польет, посеет. А сеющий, поливающий, ничто. Вот и все. У меня такая роль, да, я был, да, я разбирал Коран, я им говорил, а они вас не убили, почему, как Сысоева. Почему Сысоев святой, а я грешник, как говорится, при жизни провонял, как удостоился. Моя задача дать им задуматься о главном, о спасении своей души. И она возможна только через жертву Иисуса Христа. Я говорю, о них жертву. У меня другой совершенно подход. Да кто-то, Данил Сысоев, вам кто? Никто. Он святой. Я не такой. А был бы он живой, он бы меня, может, гвозданул по черепу не один раз. Я считаю его трудный. Теперь я говорю только о том, что он мученик. И говорить о нем, как говорят некоторые, известные, что вот он такой, Сысоевцы там появились, Сарионовцы, у меня язык никогда не повернется. Всех, кто сейчас и о нем говорит, которые его община проповедует, о них надо молиться, чтобы все эти НТО и прочие не изобрели в другую степь, не опорочили святое имя отца Даниила. Меня говорят иногда у вас какое-то такое раздвоенное, я говорю, почему раздвоенное, у меня расстроенное. Я как гражданин и как христианин отвечаю. Ну, я делал выстречу, как гражданин, я за смертную казнь, маньяков и прочее, как христианин, я этого не могу сказать. Вот и все. Нет, опять же, вы так говорите, а я уже думал не раз над таким вопросом вот о вашей бескомпромиссности. Люди просто, живя, проживая жизнь, они никогда не задумывались над этим вопросом. Человек всегда ищет каких-то компромиссов, каких-то отходных путей, каких-то окружных, окоречных путей, отходов каких-то, готовить себе. Но вы живете такой жизнью, что вы ни в чем не ищете компромиссы, вы сами себя ударяете и наказываете. Мне кажется, вот это людям более неприемлемо, людей бояться такой жизни. Люди считают, приводят Амоса, там 8-11. Господь говорит, пошлю жажду, голод, не голод хлеба, а жажду слышания Слова Господня. Юноши и девушки будут исстаивать от жажды и будут ходить от моря до моря. Я говорю, вы считали? Да, у нас песнопение есть. Скажут люди Слово Господне, пусть же вернется к нам. Сколько людей не взываете, оно не вернется уж к вам. Поют. Я говорю, вы дальше пошли, а что дальше, тут все понятно. А я понял так. От моря до моря пойдут люди. А я решил, я пойду к этим людям, пока не наступил этот момент. И я должен снабдить их запасом хлеба. Самым ценным. Мы везем Евангелие, Библию, все раздаем даром. И все изменяется не одним экземпляром, а многими тысячами, десятками тысяч экземпляров. Вот как. Я услышал, говорят, да это невозможно. Там паспорт сегодня, биометрические там данные, там не получить. Да у вас еще такая биография. Наобог. Как Распутин Григорий Ефимович говорил. Получил паспорт. Так это невозможно не проехать. Возможно. Мы уже край Европы отщипнули. Только не ездите в эти мусульманские, особенно в Чечню, в Азербайджан. Проехали. Везде нас приняли. А причина в чем? Молитвы. Тысячи людей молились об этом. И мы можем сказать, я никого не опровергаю, Бог делает так, как ему угодно. И мы считаем, нас на это дело Бог поставил. Мы идем, а может не вернемся. Ну, такой счастье не все удостаиваются. За благовестим умереть, с прекрасными ногами быть, прекрасные ноги благовестующих и ими прямо взойти на небо. Петра, когда распяли, то Златоуст говорит, и ноги кверху, как будто шагает на небо. Вообще, вас в день вот все равно ухайдакают. Мы молимся, а уж как Богу угодно. Компромисс не должен быть. И нам говорят, вот опасности. В моей жизни еще ни разу не было, где для дела Божия, я бы сказал, это невозможно. То есть, вообще, я делаю вещи, все сознаются, невозможно. В советское время вот это все насчитать, тысячами экземплярами распространить, это невозможно. Но это все позади и было сделано именно в моем доме. Почему? Это избрание Божие. А у вас гордость, мне некогда думать, у меня новое задание. Это все судят люди по другим меркам. Меня, прежде чем на это дело поставить, Бог прожег на десятки раз. Да он из дурдома не вылазил, его брали, два раза брали в дурдом, да ни разу меня в дурдом не брали, это брали в армии только. А служил-то не где-то в ракетных шестях и стал говорить о Боге, а это время было злоупотребление психиатрии. А потом, дураков они не судят, а я судимый, лучше доказательства. И в книге у меня лежит отзыв из психиатрии, что не больной, а вас-то, я говорю, не проверяли, еще вы, может быть, дураки стопроцентные. А у меня-то алиби в книгах, у меня затургументировано. Полторы недели на исследование уходит, меня полтора месяца ждут светило из Москвы, из Института Сербского. Я проверен был и показано было ни в чем не виновен. Так там собрались эти сестры, они плененые буквально были. Я вижу, они там шабутятся, ходят. Я одна только сказала, мы вас сегодня выписывать будем, так наши сестры решили вам с собой кое-что. И вот такие полные мешки, я их два братца назвал, они набили галетами, там с чем только не набили. Полные два мешка и еще наказали охранникам, чтобы меня никто не трогал, не отобрали. Мы, говорит, на пенсии никого так не провожали, как вас. Впервые из психиатрической, это называлось, судебной экспертизы. Я там был, и что? Полная покорность. И вы показали, бесстрашно ходил по этим, по палатам, бесстрашно, безбоязненно, беседовал, говорил, но нигде не надоедал. Не было назойливости, со всеми мягок, теплый характер. Вы почитайте мою биографию из этого дома. Какую дали? Да с такой биографией это уже не в тюрьме, а надо сидеть, а к президенту постучаться. Люди этого еще не понимают. Для слова Божия нету, возьмите, прочитайте, она в открытом виде. А они не знают, но и позже. Я думаю, мы ведем такой поверхностный разговор, я думаю, нужно немного рассказать о том, что на психиатрии, где, в каких лагерях вы были, вот хотя бы немного, так, для людей, потому что людям очень интересно, и конкретной информации не имеют они. Хрущев сказал, у нас нет политзаключенных, а есть сумасшедшие. Этого было достаточно, что все экономические стали попадать в психиатрию. Генерал Григоренко, Петр, выступил против этого режима. Туда, вот, не Кипелов и пишет, институт дураков. Вот как раз эта книга, как он был, там такой знатный человек, и он все это исследовал сам. Они врачи его исследуют, а он их. Да, в армии я был, взяли 303-й военный Хабаровский госпиталь, куда я постарался нынче проникнуть и дать библиотеку, создать и библиотеку. Я оттуда вышел живой. И ко мне туда мама даже прилетала. Они ничего не нашли, ничего нету. Но они только угрожали мне, накачивали, всякую паку сделали, но разум только молился, что Бог не повредил. Теперь то, то, что дал 303-й военный госпиталь, заблокировало мне путь в университет. Вот для чего нужно было. Чтобы не выехал за границу, я в ракетных частях служил. А я-то готовился в МГИМО поступить, Институт международных отношений со знанием языков. Они мне сделали так, я тогда не знал, что означает в военном паспорте вот эта статья поставлена. Ну, опыта не было там. Я сдавал в такие учреждения высшие конкурс 14 человек на одно место, и я его проходил свободно. У меня одни пятерки. Мало того, еще за три варианта, которые у других были, успевал решить и им записки передать. Но через три дня меня из университета с любого выгоняли. Теперь я понял, это благо было. Благо. А уж когда арестовали, арестовали, то тут исследование. Следователь попросил, у него, несколько такое было, а нет еще. И теперь эти, которые в Новокузнецкой, Новокузнецкой, Кемеровской, Кемеровской, через Новокузнец провозили судебную экспертизу. И они теперь исследуют то, что там написали в военном госпитале и говорят, этого ничего нет. Ничего нет. Все годы подтвердили, все справки собрали. Какое мое отношение, какой разговор, как я себя здесь веду. Ну, профессор приехал в Мазур, Моисей Аронович. Все, рассказывать кто-то такой. И вот, он исследовал. И все это до буковки, помещено в моей книге для слова Божия не туз. Она в открытом виде на сайте. Там, вот я, который посылал вам, там, биографию. Вот и все. А второй раз, а второй раз никто и никуда не брал, сразу в тюрьму. Но когда я был уже реабилитирован, я добивался, меня психиатрия держала на учете 26 лет. А мне-то за это не заплатили, потому что государство не предусмотрело ничего, кроме снятия вин. Ну, нет и вины никакой, и все нету. Но заплатить за это, за тюрьму заплатили, за лагерь заплатили, как в тройном стаж идет. Я сидел, допустим, 5 лет, мне за 15 лет засчитывают. Если 20 лет, мне засчитывают 60 лет. Так получилось, что один человек, он 55 лет, а рабочий стаж 60 лет. Люди спрашивают, не может быть, может быть, согласно указу. Вот, вот и все. Здесь нужно подчеркнуть еще то, что люди из вас хотели выбить все знания, ваши таланты, дарованные Господом, о том, о вашем слове, о слове, которые вынесли, о Господе, людям, вот, из вас хотели с помощью этой психиатрии выдолбить это слово, лишить вас этой памяти и разума вашего, лишить. Ну, как видим. Это самое страшное, что было изобретено за советский год. Это не Кипелов пишет. Институт дураков. Просто надо книгу откройте, в интернете ее найдете. Он сидит, врач передо мной. Меня связали. Будешь верить в Бога? Буду. Сейчас укол дадим, разум отнимется, вы, скажем, сошли от веры с ума. Вот тут я вздрогнул. Тут я, еще не имея Евангелия, это 62-й год был, 61-й даже, конец. И я очень сильно молился. Ну, и там мы указывали. Один там у меня был офицер, его захватили, он думал быть космонавтом, у него что-то, видимо, на этом деле. И он мне говорит, вы не разговаривайте здесь, иначе они вам такое сделают. Просто молчите, и все. Я решил молчать. И три месяца от меня ни одного слова никто не услышал. И все считали, это не мой, он не разговаривает нигде. Но когда заходили, а там заходишь, курилка-то огромная, в госпитале-то, там я начинал говорить о Христе. Это все поместили туда. И говорил, даже там, в туалете, говорил о Боге. О Боге говорил. Но, когда меня выпускали, а выпустить, можете, не выпустили бы, я сумел передать на волю, а отец-инвалид войны без руки приехал, и меня все-таки вытащили оттуда. Но они под конец меня уже отец сидит в приемной с матерью, чтобы меня вытащить-то. В это время меня еще раз валят, подключают и литровые, или полторы литра банки, и накачивают, и у меня вот так вот тело все раздувается-то. Им сказали, вы его привезете сейчас короткое время к нам обратно. И во мне полыхал огонь. Представь, зима. Я приехал в деревню работы. Едем далеко, там селосные где-то кучи набрать. Я один лежу на тракторных санях. И у меня ни холода, я ничего не ощущаю. Домой приходить, бетонщик стоит с молоком на улице. Молоко холодное, это смерть. Я его долблю ножом, и только такое мог пить. Ни грамма никакого алкоголя. И вот это все победило то, что они мне навешали, что закачали. Это месяца три-четыре прошло, и дальше тише, тише, тише. Они все могут, как волшебники белых халатах. Вот и все. То есть я испытал самое ужасное, то, чего не было ни в Гестапо, ни в ГУЛАГе. Советская психиатрия. А потом, ну конечно, это все злоупотребление, вы понимаете. Что понимать? Надо вперед двигаться. Было, не было. Я зато знаю, что это такое. А который начинает на это цепляться, я говорю, у меня справка есть. Меня судили, дураков не судят, их лечат. Для этого и справка есть. А вы-то, которые нападают, у вас ни справки, ничего нет. У меня есть полное основание думать, что вы ненормальные. Обвиняете в том, чем не знаете обвинять. А на вас падает это правило. Недоказуемое падает на вас. Вы должны теперь ответить по той же статье. Второзаконие 19.19. Я замечаю людей, которые с вами знакомятся, которые узнают вас. У всех возникает один и тот же вопрос. Как же так? Человек проповедует Христа распятого, проповедует благую весть. И не подсыпься. С какой стороны к этому человеку? Да что же по сей день на него идут такие гонения? За что? Неужели нет здравого ума у этих людей? Ну, это исполняется Слово Господне. Гнали меня, будут дать и вас. Вот наличие врагов это один из самых мощных доказательств, что человек идет не общим путем. Апостол Павел говорит в Пасаде Галатов. Если я и до ныне проповедую обрезание, за что же гонят меня тогда братья? То есть приходили учителя, которые навязывали иудейские ветхозаветные обычаи и говорили если не обрешетесь, то у вас еще не получится. И они говорили, которые уже обратились и говорили, ну Павел-то говорил не надо обрезание. Как не надо? Он Тимофея обрезал. Он проповедует обрезание, вы просто недопоняли. он такой же как мы. Тогда Павел говорит, если я и поныне проповедую обрезание, как они, так за что же они меня тогда гонят? То есть я такой, я православный, я не такой. Я не стандартный православный, я евангельский православный. А у них как? Евангелие проповедуют? Баптисты, это Библия баптиста. Если я говорю в церкви должен быть строгий порядок. Каноны. Хо, это старовер. То есть шаблонное мышление, у него может быть одна или две ямочки в мозгах, и шарик никуда не может выскочить. Но при чем тут я? Это твое уродство, ты об этом излечении думай. Я их ни одного не обвиняю. Я знаю, что они Бога не знают, страха Божия не имеют. Это доказуется их словами. Вот они даже я узнаю, иногда в открытую выходят, очень редко. Я им ничего не могу ответить. У меня все сказано. Новое в моей биографии. Ты ничего не узнаешь. Ничего, кроме того, что КГБ узнало. А они меня исследовали до прапрапрабабушки. Я все это поместил, что Бог, что есть. Я после этого писал, какая у меня была кличка, когда я был у них в разработке. Где те материалы, которые не вернулись. И на все получил документы. Этот документ КГБ я поместил тоже в книгах. Какой номер, от какого числа, какой подписался подполковник. У меня вся моя биография здесь. Кроме того, в 15 томе открытым оком и 16 84 биографии наших людей, которые дома написали, как они уверовали в Бога и как они пришли в общину. Почти все через занятия в университете. Ну, пусть они покажут своим прихожанам, вот священники и ропщат. И скажите, дорогие и любезные братья и сестры, когда братья и сестры нельзя говорить только братья, сквозь сказать-то. 68 раз в Новом Завете говорится братья, ни разу братья и сестры. Они вообще не понимают. И вот, напишите, как вы пришли к Богу, как вы пришли в храм именно к нам. И пусть они дома напишут, а вы публикуете в отдельную книгу. Не получится, во-первых, писать нечего, во-вторых, вам не издать книгу, ее и читать и позже. У нас считают люди запоем. Повторяю, 15 и 16 том открытым оком. В интернете зарядите. Книги Игнатия Лапкина. На нашем сайте все они. Вы будете считать, забудете про свою биографию. Почему? А она интересна во свете Евангелия, во свете Библии. Как они пришли на занятия. Вот представьте, пишет одна девушка. Она много прошла, была там у кришнаитов, и где она только не была. Она ищущая была. И вдруг едет дорогой в автобусе. Ну, в автобусе как там, поневоле сжимают друг к другу-то. Ну, и ее прижало в угол, и две женщины стоят и разговаривают. Одна давно уже ходит на занятия, а другая недавно. И они говорят обоих. Она уши сразу к ним. И они говорят, когда занятие то следующее было? Да, в пятницу, вторник-пятницу-то. А ты давно Лапкина знаешь? Да я-то третий год уже хожу. Ну и как? А эта-то слушает, стоит-то, Наталья-то. И она тогда к ним и говорит, а вы про что говорите? Вы про Бога? А где это такое? Они говорят, технический университет. А другая говорит, а мы преподаем в педагогическом, аграрном университете. Там, ну, я в разных, в пяти университетах. А где это? И она, а у ней вопрос на вопрос. Она священником задавала, какой-то священник Гусев был, Алексей. Он узнал, что Игнатия, она хочет пойти или ходить. Она только ему задала вопрос, кажется, искать. Это он ее как пришпилил и даже не думал об этом еретике. И вот она пришла, у нее вопросы. Вопросов у ней немного было. Больших вопросов примерно семь. И вот она теперь описывает все. А я, говорит, зашла, а вы на меня взглянули, и я села на первую парту. Кто-то, видимо, вышел или свободное место. И вы говорили, говорили вот об этом. Потом еще на меня взглянули, перестали рассказывать и стали отвечать на мои вопросы в том порядке, в котором они у меня были. Я, говорит, все поплыла. Все ее сердце, все было здесь. Я получил окончательно навсегда вопрос. Другая, муж и женой идут, настолько уже они рассорились, решили, мы расходимся, и идут объявления висеть на наши занятия. Ну, отскуки на все руки. Пошли. Давай зайдем, зайдем. Точно так же, открыли дверь, заходят Светлана и Юра Зайнудиновы. Вы тоже на нас взглянули, но мы поняли, вы говорили о таком там, спрашивали вопрос про войне, и вы сразу стали говорить о разводе. Для нас. И мы вышли уже обнявшись. Все. Можно ли это знать? И тогда говорят, а мы узнали, Игнатий много лет учился у экстрасенсов гипнотически, ну, как вроде Киприан Карфагенский где-то. Нигде я не учился. Я учился у моего Христа у ног, его сижу 50 лет. Вы вот такой инструмент заведите, вот я вам покажу его, показываю, вот это, щетки. Вот я смотрю, ну, 8, 9, 12 раз заход я должен сделать днем. Не считая, считая, нощу там где-то. Вот и все. У ног Христа. Это невозможно знать. Это нельзя знать. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Это знает только Бог. Я вот это говорю, я это буду слушать, я скажу, что он на себе говорит. Я о Христе моем говорю, как он совершает свое избрание и жаждущим подает пищу, подкладывает в свое время. Я испытал это при моей жизни, поэтому закат солнца, он заставляет меня думать, не сегодня ли я буду с Господом. Утренний восход зари. Я думаю, не в этот ли день ты отзовешь меня. Вот и все. Я люблю моего Господа и хочу, чтобы люди знали, что служение Богу может быть без приглядов в глаза. Тебе нравится? А меня за это не будут преследовать? У меня не было ни разу, никогда, нигде такого состояния. Я могу замолчать. Замолчать, потому что чувствую не время, а не из-за угождения какому-то человеку. Но его я держу на учете, и вижу, в нем настроение меняется, я постараюсь подойти. Я не дед Щукарь к Нагульнову, когда в партию вступать. Игнатий Иванович, хочу еще такой вот вопрос поднять о узости взглядах сегодня православных людей. Это вот такой пример мне сейчас в голову пришел. Я общаюсь, общался, точнее, года два иногда со священником, с одним. Еще даже не общался, он заказывал у меня иконой. И в конце письма ему постоянно писал «Спаси Христос!» «Спаси Христос!» И, видимо, в один день он не выдержал, как-то и пишет мне, что это за «Спаси Христос!» Нас такому не учили. Нас учили говорить «Спаси Господи!» Вот, понимаете-ка, то есть вот это уже выход из каких-то малейших выходов из раба его уже ранит его слух. Отвечаю. Этот человек имеет не все данные перед собою. «Спаси Христос!» Князя Владимира в России поселялась сюда. И ты можешь это проверить, встретиться со старобрядцами, которые держат старобряд. А ты теперь сделаешь «Да кто то и другой одинаково!» Одинаково, да не одинаково. «Спаси Господи!» могут сказать и люди неправославные. Да еще тут будут говорить «Спаси Бог!» Да «Спаси Бо!» Наконец, буквы нет и «Спаси Бо!» Примеры. Мы едем. У нас берет бесплатно работаем на стопоезде. Но мы не узнали, что остановку в дороге в один конец можно делать только одну. А мы ее сделали, вынужденную остановку в Москве. нам не надо было останавливаться или где-то печать поставить. А мы решили остановиться в Пензе. Когда мы сказали проводниться, она посмотрела билет, говорит, а вам нельзя, иначе билет пропадет. А мы-то уже слезли. Теперь мы стараемся опять на поезд на этот сесть, с этим поездом дальше ехать-то. А по динамику передают поезд такой-то 89-й отправляется с первого пути. Ну, назвали, идет на Ташкент. А мы у кассы стоим, не можем в билет поставить компостировку-то. Она ушла куда-то проводиться-то. и мы стоим с вещами-то. Ясное дело, что мы проиграли. Мы говорим, мы мящимся, а куда уйти-то? Мы привязаны-то. И вдруг она приходит, в чем дело? Я говорю, нам нужно поставить, мы не зря слезли-то, у нас пропадает-то. Она говорит, так он ушел. Где? Да вон, говорит, он уже, видно, вагоны мелькают-то. Господи, да что же делать-то? Поезд остановился. А он остановился, последний вагон. Она нам ставит, там мы выбегаем, кто сорвал кран или что-то, поезд когда тронется, и уже последний вагон не останавливается обычно. Они уже пошли совсем. Мы заходим. Время уже к утру идет. Ночное время. Мы идем, нас человек шесть. Мы всегда, или восемь даже, с своими узлами через вагоны идем. Доходим до ресторана, там дверь закрыта. Но уборщица убирает. И мы через вагон ресторан проходим. проходим, потому что нам дали в свой вагон, где мы были. А вагон-то третий был с заднего, а их вагонов 15. И мы идем туда. Один из нас, Саша Долгов, уборщица этой говорит, спаси Христос. Если бы сказал спаси Господи, никто бы не обратил внимания. Он громко так, такой здоровый, могутный, и говорит, спаси Христос. Мы дальше идем, и ничего больше не знаем. Дверь закрыли. В это время из купе, где проводники, открывается дверь, полусонная выглядывает. А она ресторан, в ресторане это, директор ресторана там. А, где Христос? Она говорит, какой Христос, эти Иисусики ходят, тут ночью вон, пошли. А куда они пошли? Да откуда я знаю? Все с бородами какие-то. Христос. А вот как раз, когда сердцу нужно было повернуть сердце свое, чтобы защитить народ еврейский, вот там сон пропадает. Вот здесь точно так и получилось. Она не спит. Оказывается, у ней большие были переживания. А она утром посылает, которая идет, разносит там сутки, супом торгует-то, и ищет, наконец видит с бородами все купе. А вы ночью просели? Да, ночью. А вы не могли бы к нам в ресторан прийти? Да мы не ходим никуда. Директор вас зовет. Да ка чем мы будем? У нас пост сейчас идет. А вам постную пищу дадут? Ну, пойдем ли и пойдем? Пойдем. Пришли. Директор спрашивает. Это вы сказали о Христос. А что вы о Христе знаете? Одно слово Христос. И в этот день я в ресторане полном четыре часа стоял и проповедовал. Четыре часа. Вы найдите мне сегодня одного в Российской Федерации, кто в движущемся поезде стоял бы открыто да это в советские годы и четыре часа проповедовал. Но я кому-то видимо уже надоел. Один подходит. Книжечку красную открыл. Я прошу прекратить заниматься агитацией. Сотрудник КГБ сразу буквой Ф директор надвинулся с него. Сотрудник. Да ты ж у меня вчера на карачках выполз отсюда. Он пошел отсюда. Извините. Галантно. Они компетентные органы. Сел и больше не разу. Заулыбался и все. Я иду через четыре часа домой. Они спрашивают. Ну что вам ну как-то же надо где-то. А она место не найдет. Она ликует буквально. Это надо видеть. Все работники здесь. Проводники там, которые в других вагонах собираются. У меня обычно все переполнено где-то. Я говорю сейчас пост еще нельзя. Ну что-то вы любите пост? Я говорю картошка нечищенная и такая чтобы она не мокрая была и только нож порвался не разваренная. А мы сделаем на пару. И правда. Они это сделали. На большое блюдо нам дали. Я вот так блюдо это несу до Найские дары. И через все вагоны идем. Так они еще раз потом пришли и узнали что нам нужно. Да еще раз пригласили. А одно слово Христос сказал бы спаси Господи ничего этого не было. Так это еще не все. Мы сидим здесь. Это слово Христос работает дальше. Одну женщину с какой-то области делегировали в Москву достать Евангелие. А они не достали. А мы достали. И она идет ее Господь подворачивает к нашему купе. Она веет а мы садимся все крестимся мы же православные. И она такая печальная. Я говорю а чего ты печальная такая? Она говорит так вот послали я съездил и с пустыми руками я возвращаюсь. А у нас новый завет достали. Я сразу совещаюсь скажите мы можем еще где-то надеяться достать-то? Мы тоже за Евангелием уехали? Ну у нас всегда найдется. А мы можем ей подарить? Можем. Радость этой женщины нельзя передать словами. Как она ликовала она целовала она плакала целовала Евангелие. Вот как Бог делает. Это из одного Слова Христос. И поэтому я всем советую Слово Христос поминайте во время и не во время к месту и не к месту. Чтобы Слово Иисус Христос звучало наполненное радостью, смыслом. Поэтому если кто спрашивает мы отвечаем в имени Иисуса заложено все. Давид говорит Слово Твое превыше всякого имени. Имя я произнес привлек внимание а дальше начинает свидетельствовать о Христе о любимом любящем ждущем нас. Так. Иисус Христос архе застой подог традицию обучение медлен断 и губ печ